Свежие, вымытые продукты, чистые руки – элементарные правила, которым надо следовать, чтобы не подхватить инфекцию. Одна из наиболее распространенных летних инфекций – ротовирусная. Также стоит опасаться бактериально-кишечных инфекций, вызывающих сальмонный лёс, дизентерию и другие заболевания. Один из источников заражения в летний сезон – это ягоды, овощи и фрукты, которые в большом количестве продаются с ладков на рынках. На рынке пробовать овощи и фрукты нельзя, потому что продукты должны промываться, фрукты, овощи должны промываться проточной водой, желательно горячей водой. И зелень желательно замачивать, чтобы не было контакта никакого с землёй. В списке быстро портящихся продуктов – мясо, молоко и рыба. Признаки порчи могут быть практически незаметны. А вот последствия употребления таких продуктов в пищу очень неприятны. При покупке отдавайте предпочтение фабричной упаковке. Обязательно внимательно проверьте срок годности. Первые симптомы – это повышение температуры, чувство жара, озноб, боли в мышцах, боли в суставах могут быть, то есть общие недомогания. И, как правило, если это пищевая токсика инфекция, то это тошнота, рвота. Или может инфекция протекать по типу энтероколита – это частый жидкий стул, боли в животе, рези. Чаще взрослых от летних инфекций страдают малыши. К детскому меню – повышенное внимание. Не устраивайте в жару перекусы на улице. Не рискуйте здоровьем ребенка. Деток часто приходится и капать. Но самое главное – это поить детей. При развитии кишечной инфекции обязательно нужно деток отпаивать хоть по чайной ложке, поить, поить, поить. И самое главное, о чем не устают напоминать врачи – не занимайтесь самолечением. Продолжение следует...